Набережная Серафима Саровского в Щелково – одно из излюбленных мест местных жителей. Сюда приходят отдохнуть после рабочего дня, прогуляться с друзьями, покормить уток. Здесь расположены несколько мостов, соединяющие два берега реки. Один из них прямо через порог реки. Сегодня он выполняет только роль переправы, а вскоре, возможно, может стать новой точкой притяжения. Мы опросили местных жителей, что они хотели бы видеть на площадке, которая здесь находится в центре моста. Большинство из них предложили поставить лавочки и сделать клумбы. Можно, наверное, скамейку, какую-то зону, где можно посидеть. На воду, да, скамейки, может по кругу, да, как-то так. Может, думаю, да, наверное, а что больше там на таком пятаке особо ничего и не сделаешь. Да, если какой-то небольшой памятник, можно и памятник, но так зону отдыха, чтобы скамейки были, чтобы клумбы с цветами, ну, такие высадить. А так ничего больше не хочется, зачем. По кругу поставить лавочки, да, там и цветы какие-нибудь такие вот между, то будет, в принципе, этого достаточно. Потому что, в принципе, здесь ветер, и в жаркую погоду будет самое то. Я думаю, что можно было здесь какой-нибудь организовать маленький фонтанчик и скамеечки вокруг него, чтобы люди отдыхали. И детки тут бегали, смотрели на водную гладь. Ну, я думаю, что на этом островке было бы хорошо сделать клумбы, наверное, какие-то сивые цветы посадить. И можно скамейки или качельки также сделать. Было бы здорово. Увековечить память одного из героев Щелковой и установить памятник предложили некоторые из жителей. Скорее всего, какой-нибудь памятник какому-нибудь человеку, который много сделал для этого Щелкова. На набережной, мне кажется, и так хватает лавочек, а место здесь, туда, куда постоянно приходят люди, они будут это видеть и запоминать. Дети будут радоваться чему-то, что вот есть такой герой в Щелково, который много для него сделал. У одной из жительниц появилась идея сделать что-то интересное для молодоженов. Я думаю, что здесь прекрасно бы смотрелось дерево для молодоженов, когда можно было бы крепить замочки в день бракосочетания. Молодежь нашего города хотела бы видеть здесь музыкантов, играющих живую музыку и танцплощадку. Было бы здорово, если бы здесь была бы какая-то музыкальная группа, играла музыку живую. Особенно то, что скоро лето, это же вообще потрясающая идея. И если бы здесь какие-то были места для зоны отдыха, думаю, это было бы очень здорово. Тем более, это парк рядом с речкой, и скоро тепло, вообще прекрасно. Устроить площадку для баттлов, это очень здорово, это очень здорово. Поэтому я очень рада музыке, танцам и зоне отдыха, соответственно, тоже, чтобы люди смогли на это смотреть. Еще несколько необычных вариантов благоустройства предложили жители Щелково. Какую-то зону, где можно было бы красиво сфотографироваться. То есть где-то, где какая-то достопримечательность, что ли, чтобы люди тоже приезжали. И такое красивое местечко, может какую-то инсталляцию такую необычную, в стиле каком-нибудь современном. Мне бы хотелось видеть здесь большие часы. Идешь по мосту, и видно часы очень классно. Идешь на работу, смотришь на время. Идешь с работы, смотришь на время. Очень интересно. Выразить свое мнение о благоустройстве мостика сможет каждый житель городского округа. Голосование пройдет в социальных сетях. Следите за новостями. Евгения Корытько, Сергей Василевский, Щелковское телевидение. Спасибо.